Автор и ведущая программ телекомпании Самаргиз Инесса Панченко вот уже несколько лет учат журналистике, операторскому искусству и режиссерскому мастерству ребят из детского дома. Признается, чтобы увлечь и заинтересовать подростков, нужно самой любить профессию и, конечно, детей. Тогда все получится. Своим опытом мастер поделилась за круглым столом с коллегами в Доме журналистов. Там обсуждали актуальную тему – культурная инициация. Почему в отрочестве важно открыть в себе творческое начало. Мне бы хотелось сказать большое спасибо не только Инессе Панченко, но и телеканалу Самаргиз, потому что это действительно Маёж ТВ, которым она занимается. Это такая щемящая история. Не хочется назвать телевизионным проектом, потому что это такая очень человеческая и очень важная история, по-моему. Творческая самореализация у подростков рассказали участники дискуссии. Редакторы средств массовой информации, журналисты, писатели, актеры и общественные деятели зачастую отсутствуют вообще. Все дело в современной виртуальной жизни. Молодые люди больше времени проводят с гаджетами в руках, чем занимаясь в творческих мастерских. Поэтому эксперты уверены – проблему мало обозначить, ее нужно решать. Однако действовать необходимо дипломатично. Всегда важен баланс. Это очень важное слово нашего современного мира – баланс. Его надо выдерживать, стараться выдерживать. То есть не давать скатываться в какую-то или иную сторону и стараться держаться той самой золотой середины. Не важно, мне кажется, возраст. Хорошо, когда человек приходит раньше к нормальным истинам, грубо говоря, к пониманию того, что мир спасет только любовь и красота. Это здорово, если он придет к этому рано. Если он приходит к этому поздно, это тоже хорошо, потому что у него всегда есть шанс встать на нормальную, скажем так, дорогу. Историю успехов реализации творческих мастерских от театральных до телевизионных с участием подростков подвигли авторов проектов к новым вершинам и к новым начинаниям. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.